Приветствую вас друзья! Сегодня у нас будет не очень стандартный урок, я не буду показывать никаких техник, никаких приемов, но я вам расскажу о двух очень замечательных приборах, которыми я пользуюсь постоянно. Это сторонние программы, которые позволяют в значительной степени упростить мою работу. Первая из них это Mix Master BPM Analyzer. Эта программа необходима для того, чтобы определить темп незнакомого произведения или незнакомого мультитрека. Как это делается? Вы берете партию, например, бочки, рабочего, какую-нибудь ритмическую партию из вашего мультитрека и просто перетаскиваете ее в окошко BPM Analyzer. Происходит анализ, вот вы видите. И BPM Analyzer говорит нам, что темп установлен на 104 и 51. Давайте поставим этот темп в Studio One и закинем партию, которую мы только что анализировали, чтобы проверить, действительно ли темп соответствует заявленному в партии или нет. Послушаем. Действительно, темп установлен точно. Вы видите, насколько программа упростила мне жизнь. Я в одном из своих видео показывал, как определить темп с помощью тэпов в Studio One. Но он не совсем эффективен, так как определяет приблизительный темп. А BPM Analyzer определяет темп с точностью до соты. Очень удобная программка. Вторая утилитка, о которой я бы хотел вам рассказать, это Delay Time Calculator от компании LeCube Studio Tools. Это бесплатная программка, так же как и MixMaster BPM Analyzer. Давайте немножко об органах управления. Delay Time Calculator. В первом окошке вы видите значение темпа, которое поможет нам установить наш темп. Ну давайте поставим 104 и 51 сотая, как и было заявлено в нашем проекте. Дальше мы получаем целую кучу значений, которые определяют, сколько миллисекунд длится та или иная длительность. Вот смотрите, у нас установлен размер 4 четверти. Мы можем выбрать разные размеры и в зависимости от них мы будем видеть разные значения длительности. Но вот в стандартном варианте у нас стоит 4 четверти. Значит так, при темпе в 104 и 51 сотая длительность одной восьмушки будет равняться 287 миллисекундам. Соответственно четвертная нота будет 574 миллисекунды, четвертная с точкой 861 миллисекунда и так далее. Зачем нам это все нужно? А нужно это нам все для того, чтобы точно настроить эффекты, которые основываются на времени. Это может быть, например, значение скорости срабатывания дилея, значение релиза в компрессоре. Вот давайте посмотрим, например я открою компрессор и мы с вами определим, как нужно ввести и где нужно вводить значение. У нас включен компрессор и нам нужно определить значение затухания каждой четвертной ноты. Мы с вами видим, что при темпе в 104 и 51 сотая длительность одной восьмушки будет равняться 287 миллисекундам. И в значении релиз мы выставляем 287 миллисекунд. Таким образом у нас релиз компрессора, то есть освобождение компрессора будет точно соответствовать темпу. И при этом у нас не будет возникать никакой пампинг, никакие сторонние артефакты, то есть все будет синхронизировано. Это очень удобно для вот такой точечной настройки приборов. Также кроме компрессора вы можете настроить время задержки ревербератора. Вот я открыл ревербератор и посмотрим. Я хочу, чтобы реверберация срабатывала с опозданием на 1,32 ноту. Значит в значении при, при дилей, я должен выставить значение 72 миллисекунды. Давайте теперь послушаем, как у нас будет работать реверберация. Слышно, что реверберация срабатывает четко с запаздыванием в 1,32 ноту. Вот именно для этого очень удобно использовать дилей тайм-калькулятор, чтобы настроить при дилее ревербератора. Также он может быть полезен для того, чтобы настроить дилей. Вот, к примеру, я открыл стандартный аналог дилей Studio One. И здесь у нас есть параметры, которые могут быть настроены с помощью времени в миллисекундах. Вот у нас есть синхронизация с темпом, но в некоторых приборах синхронизации с темпом нет. Или вы хотите настроить какое-нибудь промежуточное значение, чтобы квантизация не была настолько ровной, не была слишком прямой. Значит, смотрим. У нас есть значение 144 миллисекунды, которое отвечает 1,16. Давайте впишем его. 144 миллисекунды. Теперь нажмем кнопочку Sync, и вы видите, что она соответствует 1,16. То есть мы выставили абсолютно точно. Теперь смотрите. Когда я отпустил кнопочку Sync, мы увидели значение 143,5 миллисекунд. А здесь у нас было 144 миллисекунды. Это все потому, что Delay Time Калькулятор округлил значение. Чтобы увидеть неокругленное значение, вы можете использовать параметр Precision. Смотрите. Я добавил одну цифру после точки. Получилось 143,5. Добавил две цифры. 143,53. Добавил три цифры. 143,527. Добавил четыре цифры. 143,5269 после запятой. Вот вы видите, что с помощью Delay Time Калькулятора мы можем получить абсолютно точные значения. Не округленные, а очень-очень точные. Вплоть до четырех знаков после запятой. Это может быть очень полезно для точной настройки параметров эффектов. Дальше. Еще с помощью Delay Time Калькулятора вы можете настроить частоту LFO. Вот я открыл стандартный синтезатор Studio One Mojito. Нажал на Delay Time Калькуляторе флажок Frequencies. И вы видите, что мы перешли в режим частот. Вот у нас Normal показывает в герцах. А когда я снимаю флажок Frequencies, обозначение переходит в режим миллисекунды. Нажимаю Frequencies и мы переходим в режим герц. Теперь попробуем с вами настроить LFO. Для наглядности я буду взаимодействовать с помощью LFO на Pitch. Вот, выкручиваю на полное взаимодействие с LFO и начинаем слушать. Вот вы видите, с синхронизацией с темпом мы слышим, как двигается питч. То есть на одну вторую. Теперь я отключаю темпо и мы видим значение 0.87 Гц. Смотрим на Delay Time Калькулятор. Значение 0.87 Гц почему-то показывает два такта. Почему же это все происходит? А все потому, что у нас выставлено значение 4 четверти. В режиме Frequencies нам нужно ориентироваться на одну четверть, а не на 4 четверти. То есть мы можем перейти в режим, например, 2 четверти и увидим, что наше значение 0.87 передвинулось на значение одного такта. И это означает, что если мы выставим здесь 1 четвертую, то наше значение 0.87 будет соответствовать в действительности 1 и 2. То есть, когда будете пользоваться вот этой утилиткой, то знайте, что если вам нужно настроить частоту LFO, то переведите Delay Time Калькулятор в режим 1 четверть. Стандартно значения такого нету в выпадающем списке. Но вы его можете вписать очень просто с клавиатуры. Вот видите, я вписал с клавиатуры и никаких проблем с этим нету. Таким образом, вы сможете увидеть точные значения LFO. И также, как и с Delay, мы можем увеличить значение Precision, и вы будете видеть очень точные настройки прибора. Кроме LFO, вы можете также настраивать фейзеры, хорусы, модуляционные эффекты и любые эффекты, которые основаны на времени или частоте. Подытоживая, хочу сказать, что пользуйтесь утилитками, которые облегчают вам жизнь. Есть способы просчитывания всего этого с помощью обычного калькулятора, делений, умножений, но это все долго. Зачем делать лишнее телодвижение, когда вы просто можете вписать темп, к примеру, 120, и увидеть, что значение 1,8 соответствует 62,5 мс. Вы можете спокойно вписать это значение в компрессор, в Delay, то есть туда, куда вам нужно. И ничего не считать, не отвлекаться на это, так как с помощью Delay Time калькулятора на все эти просчеты уходят доли секунды. А не секунды и даже минуты. Спасибо за внимание. Заходите в мою группу ВКонтакте, заходите на сайт musicmanuals.ru, подписывайтесь на обновление моего канала на YouTube. До скорой встречи, до следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok